Здравствуйте! С вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. И мы держим руку на Олимпийском пульсе. В финале Олимпиады теннисистка Дарья Касаткина уступила американке Мэдисон Киз со счетом 3-6-1-6. Самарская спортсменка, последняя из россиянок, выбыла из турнира в одиночном разряде. Причина поражения – банальная усталость. Такое мнение высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Это характерно для молодых теннисистов, которые только начинают свой путь, подытожил специалист. На Бразильской Олимпиаде у Касаткиной три победы. Сначала она выиграла спортсменку из Туниса Онс Джабюр, потом сдалась китаянка Джен Сассай, в третьем круге победила итальянку Сару Эрони. В Самарском регионе тоже по-спортивному жарко, даже на ледовой Ладо-арене. В Автограде завершился турнир памяти Марата Калимулина, игрока Ярославского локомотива, воспитанника Тольяттинской школы хоккея. Кубок Калимулина выиграли хозяева турнира. В финале Лада победила со счетом 2-1 «Нефтяник» из Альметьевска. Бронзовые медали у Южного Урала «Орск». Горцы, проигравшие все три матча на первом этапе, смогли одолеть самарский ЦСКА ВВС со счетом 5-4. С ледовой арены на футбольный газон комиссия РФПЛ разрешила проводить на Самарском металлурге матчи чемпионата страны Премьер-лиги. Эксперты осмотрели основное поле стадиона, на котором недавно был перестилен газон, а также ознакомились с третьим полем, где сейчас трое трибуны. Поэтому третий тур Премьер-лиги и молодежного первенства пройдут в Самаре, а не в Саранске и Мордовии, как это было несколько раз в прошлом сезоне. 13 августа в субботу вторая команда «Крыльев Советов» сыграет на металлурге в 13.00, основной состав в 7 вечера. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. И болейте. Но только за сборную России на Бразильской Олимпиаде. Редактор субботров А.Семкин Корректор А.Егорова